Поздравления со сцены прозвучали от ветеранов Великой Отечественной войны и вооруженных сил. Эстафету славных защитников Отечества подхватила молодежь. По вашим делам, молодежь, мы видим, что вы достойно несете эстафету старшего поколения, и поэтому с праздником вас, мирного неба, здоровья, любви и успехов! Ветеран Великой Отечественной войны, капитан первого ранга в отставке Анатолий Ильич Шилов и председатель Совета ветеранов города-курорт Анапа Анатолий Гапонов от имени всех анапчан возложили корзину цветов к стелле «Город воинской славы». После торжественной части начался концерт. Выступали творческие коллективы города, зрители подпевали и танцевали. На День защитников Отечества я бы хотел пожелать, чтобы каждый мужчина служил и чтобы выполнил свой мужской долг. Желаю всем, чтобы не было войны, чтобы не брали в руки оружие. Здоровье самое главное, а остальное все приложится. Чтобы войны не было и чтобы они посмотрели, как сегодня наша сборная выиграла. Это просто лучшие защитники Отечества, только они умеют добиваться таких целей. И вообще, чтобы все мужики были такими же целеустремленными и сильными духом. Не защитником, быть защитниками. Просто наобста россиянам помнить то, что было и помнить, из-за чего дни называются праздниками. Исследовать традициям. Желаю всем мирного неба над головой. Главное, чтобы у всех все было хорошо, всегда был мир, дружба. Даже если что-то случится, то чтобы мы стояли за свою родину, чтобы при любых обстоятельствах ее защищали. В городах-героях и городах воинской славы положено производить салюты в День Победы и День Защитника Отечества. Первый в истории артиллерийский салют в честь победы русского оружия прогремел в декабре 1709 года по распоряжению Петра I в честь победы русских войск в Полтавской битве. С тех времен повелось на Руси торжественным залпом отмечать самые славные победы над врагами Отечества. В этот вечер над Анапой прогремели 23 мощных залпа и около 30 сопутствующих озаряя неба феерии рассыпающихся огней. Лариса Басова, Максим Логуша, Анапа-регион.